Приветствую вас, если отвечать на вопрос, который вы выдаёте кратко, да, то есть даже не кратко, а скажем так, прямо, то вести себя с мужчиной нужно более обосновлено, более самостоятельно, более отстранённо, более значимо и ценностно по отношению к вам самой. То есть мужчина не должен чувствовать и видеть, что вы готовы его в любой момент времени принять, понять, простить, дать обратную связь и так далее. Вот этих вещей быть не должно, в принципе. Потому что именно эти вещи мешают вашему мужчине общаться с вами так, как вы того достойны. Но достойны вы, конечно, от того, чтобы быть счастливой в отношениях, и чтобы ваш мужчина вас уважал, стремил, любил, дорожил вами, хотел вас, ну и так далее. Вот если вкратце, если вкратце, то, что вам нужно делать. И вроде бы, на данном деле, не так сложно, как это представляется мне. Ну, то есть вести себя просто немножечко более отстранённо, да, не соглашаться на какие-то, значит, поступки мужчины, которые вам могут быть не по душе, вот, и так далее. То есть в принципе, на мой взгляд, здесь, ну, в общем, не так много чего вообще может быть сложного. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении вашей ситуации, а вы пишете, что... Вы пишете, что он вызывает у вас тревогу, ну, я имею в виду, мужчина вызывает у вас тревогу, напряжение, там, что-то ещё. При ближайшем рассмотрении ситуация не выглядит такой безобидной. То, что вы описываете, можно назвать, к сожалению, то, что вы описываете, можно назвать зависимостью или слиянием. И если это действительно так, то, если у вас действительно от мужчины зависимость, или если у вас действительно от мужчины созависимость, то, соответственно, так просто уже от этого вы избавиться не сможете. и тут уже нужно работать и с вашими личными границами, и с вашей самооценкой, которая у вас, безусловно, безусловно, занижена в силу чего и... в силу чего и стало возможным то, что вы оказались в такой ситуации для себя. для того, чтобы вы смогли вести себя по отношению к мужчине, ну, наиболее адекватно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Смотрите, вы задаете свой вопрос. «Как правильно вести себя с мужчиной?» Но правильно это означает должного. То есть вы спрашиваете, как я должна вести себя с мужчиной. А это не совсем, к сожалению, скорректный вопрос, потому что, как я уже сказал, отношения выстраиваются, исходя из личной границы каждого, а если отношения выстраиваются из личной границы каждого, то, соответственно, это безусловная и абсолютная свобода каждого в этих самых отношениях. И если безусловной свободы нет, то и отношения выстраиваются по нездоровой проектории, что и вызывает болезненные, неприятные ощущения при их реализации. Вот. Поэтому, если вас интересует только модель поведения, то продумайте сперва, вот, как бы вы могли себя вести, как бы вы могли вести себя в том контексте, в каком я вам сказал. Я не думаю, что это слишком сложно, я не думаю, что это слишком тяжело для вас, я не думаю, что вы не сможете это реализовать, я думаю, что вы, напротив, сможете это реализовать, если захотите, вот. Но для этого требуются определенные, безусловно, усилия. И вопрос, как вы сейчас в том, хотите ли вы эти усилия прилагать или нет. Что касается тревожности, напряжения и всего такого, то здесь у вас есть, к сожалению, перенос ответственности себя на мужчину. То есть вы говорите, что мужчина держит меня в напряжении, там, что вы еще пишете, все посмотрим. Так. Тревожность, ожидание, мужчина держит меня в постоянном напряжении, своим показным равнодушием и игнором. Даже если, даже если его поведение является действительно показательным игнором, то еще требуется, скажем так, доказать. Не потому что я вам не верю, а просто потому что вы можете выдавать желаемое за действительное. Так вот, если его игнор действительно является показатным, то человек, скорее всего, пытается вас сломать. Ну, то есть пытается вас подчинить своей воле, пытается сделать так, чтобы вы были полностью от него зависимы и так далее. И здесь же вам нужно, в общем и целом, спросить себя, а нужен ли мне, в общем-то, такой мужчина рядом, и если нужен, то для чего, зачем? То есть для чего мне такой мужчина, если он с одной стороны со мной играет, с другой стороны не дает мне то, чего я хочу, с третьей стороны он, значит, доставляет мне неудобства, да, в том плане, что я чувствую себя из него плохо и так далее. И вот обратите внимание, пожалуйста, на то, что я сейчас сказал. А сказал я то, что вы, вы чувствуете себя плохо. Не мужчина дает вам эти чувства, не из-за мужчины вы чувствуете себя так, а сами. Вы сами чувствуете себя так, потому что это ваш, грубо говоря, выбор. То есть вы выбрали так себя чувствовать. Это ваш выбор. И именно причине вашего выбора такого и нуждаются в понимании, если мы хотим определить, что и почему вы делаете, как и почему вы поступаете, и, значит, какова ваша цель. Понимаете? То есть ситуация складывается так, что вы своими действиями сами поместили себя вот именно в данный момент, поместили себя в данный аспект, поместили себя в данную ситуацию. Понимаете, да? И от этого застрадают. Итогность вся заключается в том, почему так, понимаете, почему вы поместили себя в такую ситуацию, а почему вы поставили себя в позицию жертвы? Если вы в такую позицию себя поставили, значит, от мужчины вам что-то нужно. Значит, вы в чем-то нуждаетесь. Так вот, и давайте постараемся подумать, в чем вы нуждаетесь от мужчины? Какие желания вы пытаетесь реализовать с помощью мужчины? Почему этот мужчина для вас так важен? Ответьте себе на эти вопросы. Сколько процентов этой важности заключено в самом мужчине? А сколько процентов заключено в вас? то есть важность для вас. Если это любовь, если это здоровые чувства, то вам нужно быть ориентирован на него, на мужчину. Понимаете? А вы ориентированы на кого? Вы ориентированы на себя. Ну, потому что он ведь вам тревогу доставляет, да? Ну, потому что он ведь вам напряжение доставляет. Понимаете? Какая штука? Вот в этом и есть вся тонкость. в этом и есть основной момент того, что вы описываете. Поэтому справедливости ради, справедливости ради, нужно сказать, что именно смысл в изменении поведения к мужчине, да, именно смысла. Нет. Тут нет смысла менять поведение по отношению к мужчине. Смысла менять его нет никакого. Абсолютно. Нужно менять отношение к само себе. И тогда у вас естественным образом поменяются отношения к мужчине. Только так и никак иначе. Для вас, чтобы поменять отношения к себе, нужно увидеть причины. Причины формирования у вас, например, низкая самооценка, заниженная самооценка. Причины, по которым у вас формировалась установка, что вы нецелостны без наличия насчет мужчины. И необходимо, чтобы вы хотя бы в когнитивном пока что аспекте, в когнитивном разрезе четко для себя установили одну важную вещь. Достойны ли вы того, чтобы мужчина обращался с вами так? Показное равнодушие, игнор, игры какие-то ну, дерзкие, видимо, да? Достойны ли вы всего этого? Ответьте на эти вопросы, и после этого я думаю, что вам откроются новые горизонты вашего будущего. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.